В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В сентябре в поселке Дрожжино распахнет свои двери еще одна школа. Здесь два больших спортивных зала. Один тренировочный, один игровой. Один зал атлетический. Шесть работников образовательных учреждений округа стали победителями губернаторской программы «Социальная ипотека». Приоритете, чтобы такое было жилье, чтобы заехал и живи. На стадионе «Металлург» прошел турнир по футболу среди ветеранов. После первого тайма Москва ведет 2-1, но игра такая равная, упорная. 1 сентября в поселке Дрожжино откроет свои двери еще одна школа в учебном заведении, но формата есть все необходимое для разностороннего развития детей. Наша съемочная группа оценила ход работ. Возведение школы на 825 мест в поселке Дрожжино стартовало в начале 2022 года. Учебное заведение площадью более 12 тысяч квадратных метров располагается в микрорайоне Бутово-парк-2. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры и национального проекта образования. По словам строителей, сейчас школа готова уже на 95%. Внутри здания проходят уже завершающие работы по отделке, пусконаладке и расстановке технологического оборудования, мебели и всего необходимого для функционирования школы. Работы проводятся также под контролем непосредственно Министерства строительного комплекса Московской области. И проходя документацию, получающую все эти согласования, проходящую экспертизу, она как бы по своему содержанию на сегодняшний момент, ну такая достаточно современная и насыщенная технологическими особенностями в части современного оборудования. Проект подразумевает строительство современного технологичного учебного заведения, где у каждого школьника появится возможность развить свои таланты и получить максимум полезных знаний. Все классы оснастят интерактивными досками и проекторами. Будут оборудованы лаборатории, мастерские, IT-зона, несколько спортивных залов для разных видов активностей. Здесь два больших спортивных зала, один тренировочный, один игровой, один зал атлетический также находится здесь расположен, и зал хореографии. Большая столовая рассчитана на 450 посадочных мест и оборудована современным пищеблоком. На довольно обширной территории вокруг школы разместятся стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, площадки для занятий теннисом, воркаутом и волейболом. Завершаются уже работы по благоустройству, наносятся финишные резиновые покрытия, устанавливаются мафы. Планируем, как и изначально задача была, в сентябре школа будет открыта. В школе также будет безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Свои двери учебное заведение откроет 1 сентября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Шесть работников образовательных учреждений округа стали победителями губернаторской программы «Социальная ипотека». Среди счастливых обладателей льготы учитель из Видновской школы номер 2 Асэм Жунусова. Начальная школа – это особый мир, считает учитель младших классов Асэм Жунусова. Получив педагогическое образование, никогда не сомневалась в том, что работать будет именно с малышами. Ведь благодаря их непосредственности и любознательности сама в душе немного ребенок. Я вспоминаю свое детство, почему-то я уиграла именно в школу. Я помню эти бумажные журналы, где я рисовала оценки. Поэтому только маленькие детки. В город Видное Асэм переехала вместе с мужем и двумя детьми из Сибири в 2018 году. Сначала снимали жилье, потом из-за финансовых трудностей возникли сложности с оплатой аренды. Благодаря директору второй школы и сотрудникам управления образования удалось получить служебную квартиру в поселке Ленинский. Здесь трехкомнатная квартира, она в статусе общежития. Мы со своей семьей проживаем в одной комнате. О социальной ипотеке узнала от коллег, подала документы в феврале. После собеседования пришло неожиданное подтверждение. Честно говоря, мы ни на что не рассчитывали, даже не верили, просто решили попробовать. Но как показывает результат, надо верить в чудо и пробовать, оказывается, надо. Сумма сертификата рассчитывается из количества членов семьи, а проценты выплачивает участник программы. Еще одно условие в учреждении – нужно отработать 10 лет, то есть весь период ипотеки. Асэм признается, что уже рассматривает несколько вариантов. В основном это квартиры рядом с работой. Во второй школе учатся и дети педагога. Окончательное решение будет зависеть от суммы, которую одобрит банк. Желательно было бы трехкомнатное, так как хочется и пополнения в семье, и девочку хочется. Конечно, опять же, в приоритете, чтобы такое было жилье, чтобы заехал и живи. Без ремонта, без минимальных вложений, усилий, так как уже приближается учебный год новый. Рассуждая о том, каким видит будущее жилье, героиня нашего сюжета говорит, что в первую очередь в квартире должно быть комфортно ее сыновьям. В Красногорске прошел молодежный форум «Подмосковье. Это мы», который собрал более тысячи активных жителей региона. Среди них и делегация от Ленинского округа. Мероприятие прошло на стадионе «Зоркий». С докладами выступили представители правительства региона, депутаты Госдумы и Московской областной. Они рассказали о главных изменениях в Подмосковье за последние 10 лет, обсудили тему развития молодежной политики и новые инициативы. Я узнала очень много интересного, что у нас по всей области происходит, какие технологии используются, какие инновации, чем живет наша область. Это здорово. Я горжусь тем, что я живу и работаю в Московской области. Также для участников форума были организованы мастер-классы по изготовлению изделий, которыми славится Подмосковье. Настроение праздника создавали музыкальные номера от известных артистов. Прекрасное ощущение. Круто. Большое количество молодежи говорит о том, что мы поддерживаем нашего кубинатора Андрея Юрьевича Воробьева. Подмосковье! Видновская районная клиническая больница – не только крупный медицинский, но и научный центр. Врачи ВРКБ для лечения пациентов используют самые современные технологии и при этом участвуют в масштабных исследованиях. О начале одного из них узнал Максим Козлов. Сегодня в Видновской районной клинической больнице необычные гости. Главный врач ВРКБ Бутай Бутаев принимает коллег из Российского национального медицинского университета имени Пирогова и представителя белорусской фирмы-производителя медицинских лазерных установок. Цель визита – начало совместных научных исследований способов применения лазера для обработки ран. Мы в любой нашей работе добавляем академизм и науки. Поэтому, безусловно, это все выражается в более современных и высокотехнологических методах помощи и оперативного лечения. Все нацелено на выздоровление наших жителей. В Видновской больнице лазерная установка используется уже три месяца и показывает хорошие результаты, которые тщательно документируются. Несмотря на то, что подобный метод широко практикуется во всем мире, он на самом деле недостаточно изучен. И здесь исследователям открывается огромное поле для деятельности. Использование лазера – это изученное, но не настолько, чтобы можно было четко определить его место в лечении таких сложных пациентов. И вот изучением вот этих глубоких проблем, механизма действия, эффекта действия, сроки, показания, мы будем заниматься совместно в виде такой мощной коллаборации. Главное преимущество лазерной установки для обработки ран – процедура проходит без оперативного вмешательства, анестезии, применения лекарственных средств и не доставляет пациенту дискомфорта. Аппарат выпускается в Белоруссии, а значит, он доступен российским медикам. Как раз самое время еще более объединять, больше объединять свои усилия между странами и двигаться вперед. Результаты этой работы, они на самом деле будут колоссальные и принесут пользу обществу. Подписание трехстороннего договора о сотрудничестве и совместных научных исследованиях в сфере изучения лазера для обработки ран, безусловно, станет важной вехой для всей российской медицины. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнар Абалаева. Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошел турнир по футболу среди ветеранских команд. В гости к видновчанам приехали спортсмены из столицы. Ярко динамичная игра завязалась с первых минут. Обе команды оказались в отличном игровом тонусе. Футболисты прекрасно знают, сильные и слабые стороны друг друга, они встречаются на поле уже далеко не первый раз. У нас сейчас межсезонье в чемпионате Москвы, поэтому мы рассматриваем эту игру как подготовку к сезону. После первого тайма Москва ведет 2-1, но игра такая равная, упорная. Во второй 30-ти минутке видновскому «Металлургу» не удалось забить гол. Москвичи только наращивали свое преимущество. Итоговые цифры на табло – 3-1. Сегодняшний тур посвящен «Нет наркотикам». Таких у нас пять туров фестиваля. Турнирной таблицы как таковой нет. Приглашаем команды, которые либо готовятся, либо посвящены какому-то мероприятию. Сейчас видновчанам предстоит подготовка к футбольному турниру «Дагамыс КАП-2023» среди команд ветеранов возрастом 45+. Соревнования пройдут в сентябре. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok